Книга «Открытым оком», том 1, тема молитвы, вопрос 60-й. «Можно ли и как молиться, если в одной комнате рядом находится неверующий человек?» Отвечает Игнатий Тихонович Владкин. Слово Божие на каждую жизненную ситуацию дает абсолютно точные рецепты, правила, каноны, но они иногда выражены ни в одном месте. 1 Филосоникицам 5.17. «Непрестанно молитесь». Слово «непрестанно» означает в любой обстановке, в любое время суток, и кто бы ни был рядом, но только молитва должна быть искренне, напряженная, пламенная. Деяния 16.22-39. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, верглю в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Стила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Зачас отворили все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил о всем Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. «Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают?» «Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам и все испугались, услышав, что это римские граждане. И, придя, извинялись перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Житие святых свидетельствует нам, что верные свидетели Иисуса молились в темнице, скованной на пару с преступниками. «Поделюсь своим опытом. Мне приходилось молиться в переполненных камерах, и я с трудом находил свободное место, где можно было бы стоять. Из-за табачного дыма трудно различимы были лица людей, но и дома, но и дома, и в церкви я не припомню от себя такой искренней молитвы. Найдите себе уголок и спросите у Господа свободу в сарае или в туалете, где не слышно звука радио или телевидения. Стоя или преклонив колени, касайтесь руками неба и обязательно взывайте о том, кто мешает вам. Испытанная молитва ваша очистит вас, и о препятствии они не всегда будут, и уже через год все изменится. Не знаю, как кому, но телефон — мне самая полезная посуда, с которым поговорю, с любым поговорю. Москва, ООН, узнать-то час, куда пошел Иуда, мне можно позвонить до девяти, не позже. Дальше личная молитва, звонок из дальней дали, желанная войди, через шнуров под локон и завитый спешу собрать, собрать и поутру. В гостей нечаянных с вокзала залетевших мой телефон посыльный, брат и друг, на крыльях, поездах и даже пеший, болезни, радости, вопросы по писанию. Все из него слепого аппарата, тембр голоса и плач, почти плеча касаюсь, у сына, дочери, сестры, родной и брата. Пусть даже литычества лишусь, лучиной заменю свой холодильник, но разговоры, вызовы, всю Русь он мне заменит, радио, будильник. Когда сидел я в камеру тюремной, имел я право телефон иметь. Тогда бы Библия из уст моих сиреной, любовью Божией потушила месть. О, сколько сэкономил я сапог, конвертов по Руси и за границу. Теперь в тандеме телефон и рот, и времени все меньше помолиться. Две-три минуты на один замес. На рычаге двухстволку аккуратно, обедать некогда, едва успел присесть, звоночек долгожданный троекратно догадываются, заглядатая, что ем, каким куском давлюсь и с звонком в прикуску. Господь, воздай по милосердию всем, кто дал мне телефон, родной и русский. 17 мая 2002 года Игнатий Лапкин